По поводу отзывов родителей, родители говорят о том, что им было ценно услышать о своем ребенке от человека непредвзятого. Мы не педагоги, которые учат и отвечают за оценки этого ребенка. Мы не психологи, которым нужно решить тяжелую родовую травму и от этого зависит успех. Мы люди, которые рядом с ребенком, с подростком, с человеком до 16 на определенном этапе. И у нас есть задача быть ресурсом в тот момент, когда этот ресурс востребован, необходим. И вот услышать обратную связь от людей, которые были рядом, не в какой-то суперкризисной ситуации или не в какой-то суперкризисной ситуации, для родителей очень ценно. Ну и плюс рекомендация, о чем же на самом деле говорить с своим ребенком в этот сложный, непростой период. Мы общаемся с родителями. Подросток растет в некоторой семейной системе. И часто он боится выбирать не потому, что он не видит, из чего там выбирать, не понимает, а потому что есть какие-то позиции, допустим, родительские, которые не дают ему выбирать. Или они уже выбрали за него и поставили ему какие-то границы. Сюда не смотри, это не делай, это не пробуй. И получается, что вообще в принципе не дают ему ответственность, например. То есть с одной стороны ждут, что давай выбирай, а с другой стороны мама за тебя уже все решила. Мы помогаем родителям поработать со своей собственной позицией так, чтобы перейти, допустим, из позиции управляющего, да, всей этой ситуации, в позицию поддерживающего, да, когда родитель способен действительно дать возможность подростку выбирать, да, при этом находясь с ним рядом, для того, чтобы подросток чувствовал, да, что мама, папа тебя любят, но выбирать будешь сам. И отвечать за это ты тоже будешь сам. То, чем ты хочешь заниматься, объяснить свою точку зрения, почему ты хочешь этим заниматься, сказать, что это твой действительно путь, что ты уже уверен, что ты решил. И родители должны понять, что это твоя будущая профессия, и ты решаешь, чем ты будешь заниматься. Потому что от родителей ты уедешь, а профессия останется с тобой. Мне кажется, что, в первую очередь, родитель должен поддерживать своего ребенка, независимо от того, что он выберет. То есть, условно говоря, если родители хотят, чтобы ребенок был судьей, а там, не знаю, ребенок хочет быть в зараженстве. Ну, вот так вот сложилось. И родители должны это, как бы, не то, что должны, но было бы неплохо, если бы они осознавали то, что это человек, то, что у него есть свои эмоции, свои чувства, то, что он вот такой вот, и что он хочет, у него есть своя жизнь и свое право решать что-то. Потому что многие родители об этом действительно забывают, и вот из-за своей вот этого чрезмерной опеки дети часто, когда вырастают, понимают, что они не хотели быть судьей, они хотели быть визажистом, и им плохо, им грустно, и это ужасно. Я стал более, ну, мне кажется, они заметили, что я стал более серьезно подходить к вопросам, и у меня был очень, ну, стояла очень важная задача определиться до конца этого года, это, ну, был один очень важный выбор, остаться здесь на еще два года или уехать в другое место. И выбор был за мной, и благодаря вот этому вот, ну, правильной стратегии я сделал выбор, и сейчас я познаю его последствия, и мне это очень даже нравится, вот. И, ну, как бы, результатом программы стал мой выбор, который я сделал, вот. Ну, родители ждали после программы результата, вот, и так очень настольчиво мне намекали, что, ну, надо было уже что-то решить, вот, и как бы прошла программа, результат, вот. Ну, на самом деле, после разговора с ними, когда я им сказала, чем я хочу заниматься, и с этим сложным, непонятным названием, которое меня переспрашивали несколько раз, они были действительно довольны результатом, сказали, что молодец, вот. Вот, и, в принципе, именно я сейчас смотрю на себя, и я понимаю, что мне сейчас намного легче, то есть, чем было бы, когда я решала. То есть, определенный тренинг, который действительно помогает делать правильный выбор, или даже, если он неправильный, выходить из этой ситуации каким-то образом. Все это действительно очень помогает. Ну, и они это, естественно, видят. Поэтому, я думаю, они рады. Мне кажется, это хороший обратный связь новых людей в их жизни. Они уже привыкли к своему ребенку, и привыкли к нему с точки зрения видения его, как своего чара. Либо как часть себя, либо как часть их воспитательной функции, как родители. И это все равно некоторый фокус. А тут есть другие люди, специалисты, есть просто внешние наблюдатели, которые видят совершенно по-иному того же самого человека в его возрасте. И, кстати, часто запрос от родителей про обратную связь. Скажите мне еще что-то, что про него я не знаю, что не вижу, в чем я могу улучшить свое воздействие сейчас. Потому что очень сложно перестать ребенка воспринимать как ребенка, а начать его видеть как уже взрослого человека, у которого стоят достаточно сложные задачи для его возраста. То есть, понятие, чем заниматься, это иногда не тот вопрос, который можно решить в 15 лет. И он может очень, иногда даже тяжело влиять на состояние эмоциональное. А родитель может немножко облегчить средство, когда не парься. А часть-то он усугубляет еще больше. Поэтому наша задача поддержать родителя в его функции, в его позиции. И позволить ему самого ощутить вот это не парься. И тогда подросток сможет быстрее определиться. И это будет его выбор, нежели родительский.